Слава Украине! Приветствую от Полонского! Доброе утро! Ребята, как мы и предсказывали, Сенат проголосовал за помощь Украине, ну и другим участникам вот этого вот, хотел сказать, телемарафона. Да, действительно, марафона помощи. 8 месяцев мы ждали этой помощи. В течение 6 месяцев мы обходились практически без помощи США, и при этом фронт остался стабилен. В честь и хвала нашим воинам, которые совершили невозможное, при минимуме снарядов и средств поражения удержали фронт длиной, по-моему, 800, больше 800 километров. И вот помощь уже идет. Итак, друзья мои, Сенат проголосовал подавляющим большинством, я даже не ожидал, что такое будет большинство, за помощь Украине. 79 за, 18 против. Ну, против голосовали, понятно, Кокус Свободы, так называемые, это духовные друзья Виктории Спарц и Мерджери Тейлор Грин. Это вообще особо, она останется, наверное, в аналах. Вот очень-очень хорошее слово для нее, да, американской истории, особенно Спарц, как знаете, образ предателя. Кстати, американцам по поводу Спарц, смотрите, она предала нас, человек предавший один раз, предаст сколько раз, сколько угодно. Все, больше ничего на эту тему не будут, как у нас говорили, думайте. Да, так вот, ребятки, проголосовали, помощь, слава богу, проголосовали быстро, довольно-таки беспроблемно. Вот эти вот, хотел сказать, клоуны, ладно, скажу, депутаты, сенаторы, из Кокуса Свободы сделали все, что могли для Путина. Отработали свои 30 сребряников от А и до Я, тянули как только могли и что только могли, ни хрена у них не вышло. Большинство американских, как конгрессменов, так и сенаторов оказались порядочными людьми и проголосовали, так как должны голосовать депутаты от великой державы, а не от путинской России, где кое-кто находится на подсосе. Да, прекрасное голосование, теперь оно отправлено к Байдену, единственное, последнее препятствие, если это можно назвать, это подпись Байдена, уже представитель, понятно, у них сейчас там нерабочее время, уже выступил представитель Белого дома и заявил, что Байден сегодня же этот документ подпишет, никаких проблем не будет, это понятно. Дальше, что дальше, помощь будет порядка миллиарда долларов, об этом я уже говорил, этот пакет, первый пакет помощи будет порядка миллиардов долларов, будет включать в себя различные дальнобойные ракеты, в том числе Атакамс, которые расисты не сбивают от слова вообще, но они могут сбить, ну скажем так. Расисты сейчас с Атакамсами окажутся в ситуации, в которой мы были 25-26 февраля 2022 года, то есть на нас летит, а нам его сбивать нечем, помните, да? Да, когда мы сбивали, тогда может процентов 20-30 от того, что по нам летело. Ну а что можно было сделать? Такое время было. Вот сейчас карма, как говорится, поворачивается тем же самым боком, крошистом, при условии, что Атакамсов будет много, думаю, что будет довольно значительное количество. Нас, конечно, прежде всего интересует уничтожение незаконной постройки Крымский хвост, думаю, она очень скоро упадет, и уничтожение полностью ПВО расистов в Крыму. Замечательно, это как раз по силам, это то, для чего эти Атакамсы и созданы. Сейчас как раз посмотрим, как там ваш С-400, ничего не чухается, да? Ну да, он, конечно, все собьет, мы же не сомневаемся, да. Также он сегодня на Воронежском нефтезаводе сбил, на Смоленском, да-да-да, мы же в курсе. Все, оно сбивается железно, самим нефтезаводом. Да, так вот, друзья мои, кроме Атакамсов, там будет ракеты к Петриотам, дай бог много. Там, в этом же пакете помощи, будет много бронетехники, речь идет о Брэдли, БМП, шикарные абсолютно. Эти Брэдли разделывают расистские эти бляшанки, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4 и прочую. Лабуду просто вскрывает их, как консервные банки. Там будет неувядающий хамби бронированный, много. Это все уже, кстати, на границе в Польше стоит. Что там еще? Ну, всякое, там патроны, снаряды, конечно, в первую очередь и так далее. 155-е снаряды для нашей артиллерии, те самые дефицитные, которыми надо сейчас забросать расистов, атакующих в Донецкой области, чтобы они носа не могли туда из вонючего окопа поднять. Таким образом, друзья мои, вот это самое главное. Первый пакет, буквально сегодня вечером, я уже думаю, а может быть, может уже пересекают границы Украины, бог его знает. Будут американские грузовики военные пересекать нашу границу и завозить, 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 завозить. Сегодня у Путина вообще такой нехороший день, там и нефтезаводы погорели и вообще все. Кстати, кто там кричал, что насчет нефтезаводов, что они будут стрелять? Никто уже ничего не кричит. Голоса смолкли, да? Ногнулись Зеленского? Да, 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 вот и я же об этом. Ну что, друзья мои, да, сегодня у Путина такой черный день, конечно, Украине выделили помощь, его армия, он может ответить только могилизация, еще там нескольких десятков тысяч чмобиков одноразовых. Как раз то, что нужно. Так что, несите Путину новый чемоданчик, желательно два. Он сегодня в расстройстве. Все будет Украина.